Музыка 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 остыла вот эта вот привязанность к именно прослушиванию одних и тех же артистов там ну которые мне нравились вот чтобы было так что я там заучивал тексты dmx а мне очень этот мэн нравился в детстве вот и а в какой-то момент потихонечку меня начало переключать на регги dance hall вот причем первая моя встреча с данным стилем произошла в 2000 году когда вот первый раз поехал на ямайку причем это было то ли перед mtv vma когда в нью-йорке вручали этого космонавта то ли после я точно не помню но не суть как бы вот именно тот момент когда первый альбом был как бы на пике я познакомился с музыкой dance hall с этого момента как бы я начал активно ее слушать помимо хип-хопа помимо рэп-музыки и уже немножко вот двигаться в ту сторону потому что если вы послушаете там с первого альбома есть там в каждом альбоме есть такая типа рага не рада то есть я как бы экспериментировал с этим постоянно вот так же английский язык в каждом альбоме есть там пару треков на английском языке то есть это такой долгий путь постепенно по одной ступенечке вот поднимаясь туда куда мне нужно кирилл по поводу ямайки dancehall музыки так как мы представляем все-таки паблики регги тематики хотелось бы узнать ты вот сотрудничал с нашими ребятами el toro блок джеки там true jamaican crew как вашими смысле ребята которые хорошо ребята наши российские смысл делать музыку ребята из россии сегодня ты сотрудничать с ними делаете что-то новый продукт именно dancehall и регги тематики ну как бы готов готов альбом dancehall money вот почему тот последнее время так приостановили общение активное но я думаю что общение возобновится через какое-то время надеюсь на вот так вообще ребята очень талантливые мне в принципе было приятно с ними работать вот мы сделали достаточное количество отличнейших вообще треков совместно с ямайскими исполнителями вот на свое время так очень плотно поработали нам постоянно присылали акапеллы вот мне удалось съездить в 2011 на ямайку записать джабари там вот тоже такой определенный экспириенс я приехал в такую маленькую деревушку где жил медицинман который скончался вот я джабари являлся его другом вот такая ситуация приезжает джабари мне говорит ну там делится ситуация определенные что у него там тоже мама также как и медицинман как бы тут непонятно от чего как бы скончалась вот и он такой депрессии немножечко и соответственно это будет такой немного видимо для него тоже переломный момент когда приезжает какой-то белый парень из россии вот и мы идем с ним на студию он объясняет там ребятам которые не совсем понимают вообще чё я приехал туда и зачем мне зачем мне их студии вот почему я такие набожные они как бы ну матом не ругаются они очень и вежливые но при этом такие немного напряженные видно было вот там постепенно они вроде их расслабило я записал там джабари приехал в москву вот уже с акапелками отослал blackjacket и т.р. вот и так происходило там то есть нам присылали всякие акапелки так сросся вот этот альбом и он очень прикольный получился вот и так как я считаю что музыка она не имеет срока давности вот то есть музыка она не подвластно времени соответственно он начал какое-то время вот будет лежать сейчас мне есть кое-какие проекты в голове вот и как только я их реализую все появится в лучшем виде вот месяц более жизненный вопрос зачем ты увлекаешься кроме музыки если увлекаешься да всем подряд что интересно вот всем что не лежит на поверхности ну если я сейчас начну рассказывать всем тем чем я увлекаюсь нам ну как бы не хватит времени до начала концерта но в общем разносторонние увлечения вот то есть этому я не могу сказать что я чем-то постоянно увлекаюсь у меня нет системных увлечений системное увлечение семья по поводу семьи насколько мы знаем у тебя растет сынок скажи не планирует ли он продолжать твое дело тоже заниматься музыкой вообще я не знаю то есть как бы он еще растет а у человека по мере того как он растет постоянно меняется вкус и желание там и так далее то есть ему даешь свободу ну я думаю что каждый родитель старается дать свободу выбору своему ребенку хотя ну возможно не каждый то что он тебя тоже ходит с рядами это просто стиль или как бы тоже это показывает что но желание приобщить его культуре то есть как же так сказать просто я хотел бы чтобы ну допустим к такой прическе относились да также общепринято как ко всем другим прическам то есть это ни о чем не говорит главное что в голове они что на голове многих волнует действительно такой вопрос твой дред это также стиль какой-то тебя многие сравнивают с демианом марли говорят что ты очень не умножим это как бы твой я попытка сделать своем имиджи я знаю что их давно заплевут именно что коллеги на мали еще вот на слуху потом появился демиан марли меня начали сравнивать с демианом марли ну в общем это такая обычная ситуация вечно хочется с кем-то сравнить то есть я не против войны не самый плохой пример с кем можно сравнить в каких городах россии ты уже выступала к тебе выступление больше всего запомнилось в не общем нравится везде в россии выступать то есть как редко бывают города которые приносят разочарование вот в основном всегда все отлично проходит расскажи нам вот такую вещь еще тут недавно в интернетах был такой была такая акция так себе где было написано отправь дэдсел в космос и ты там лидируем это вообще ну или это был какой-то фейк это во первых делала до компания акция один из первых людей которые видимо повелись на эту тему потому что я как бы очень увлекаюсь опять же космической всякой ерундой но при этом ты здесь ты не улетел в космос вот но поскольку там очень сложная система прохождения конкурсов там и так далее вот и у меня нет столько времени чтобы посвящать данному мероприятию вот потому что у меня есть определенное обязательство перед там близкими людьми перед партнерами вот в общем не надо зарабатывать денежку а это в общем такой конкурс больше для тех людей кому кому нечем заняться для одиноких на или для молодых у кого там кто там закончил школу еще не пошел в институт или кто там только что закончил институт ну конечно там для человека который ищет себя вот плюс ну я думаю что в скором времени заработаю достаточно чтобы отправиться лично космос на своем личном спроектированном специально по моим чертежам космическом корабле поэтому войну они не просто как бы добавили мотивации мечтать немножко по-другому отлично твой основной доходов сегодня эта музыка к сожалению да к сожалению многие музыканты мечтают об этом в россии не заработать на музыке вот потому что деньги не вкладывают в культуру не государству не частные лица это такая очень серьезная проблема не в искусство в плане музыки не в искусство в плане как бы как думаешь сам есть возможность и перспективы в россии поменять эту систему то есть чтобы музыка для музыкантов действительно была источником постоянных доходов возможно если я даже не знаю наверное это не мне решать на и что все не могу этот вопрос обсуждаетесь определенные люди которые этим занимаются они должны думать возможно это или нет да я работаю как бы с с людьми и с их энергетикой музыкальном плане я говорю что ну моя музыка она лечит и и тот человек который находится на сцене он как доктор для тех кто пришел в конце то есть ну лечит в плане сознание поскольку есть ты здоровый в голове значит и здоровый в теле тебя за плечами годы практики огромный опыт если если такие моменты которые очень приятно вспоминать я понял моментов много вот вспоминать приятно все поскольку когда ну с возрастом во-первых негативные эмоции они уходят куда-то в сторону вот что-то в голове остается наверно только какие-то добрые моменты вот обычно говорят что если ты на чем-то зацикливаешься и долго думаешь о чем-то плохом вот начинают развиваться неприятные всякие штуки типа рак и так далее вот поэтому лучше забывать о плохом и думать только о хорошем поэтому моментов было куча всяких интересных и прикольных вот и и там с бэдби альянсом и там у меня ну то есть разные были всякие этапы по жизни и сейчас очень интересно наблюдать за тем как развиваются те персонажи которые участвовали в этих этапах вот и как ну и насколько как бы их отношения допустим ко мне как персонаж меняется или там поменялось или там ну трансформируется со временем вот потому что я знаю очень много людей в индустрии не только там в российской но это европейской и американской вот и в общем я видел определенные стадии их развития и я был с ними знаком уже не 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 первый год они первые не первое я пускал десятилетия вот и соответственно у меня есть какое-то определенное видение того как все в общем в индустрии музыкально развивается соответственно почему сейчас все остается на плаву я думаю что это отчасти от того что были сделаны определенные правильные шаги вот и дальнейшем я надеюсь сделать ну как-то надеюсь не оступиться делать такие же правильные шаги и двигаться дальше ну к цели а цель это планета земля какой самый большой подарок жизни ты получил сын что может быть цене если бы тебе добил если бы тебе довелось плавать кругосветное путешествие я даже не знаю а можно как-то признаю вылетать за пределы земли или нет или можно только вот вокруг вокруг света типа вокруг земного шара нет я тогда прилетел вокруг солнечной системы как бы там вот смотрел бы в действительности как там все происходит но сейчас говорят не придумали еще хотя не придумали двигатели которые могут двигаться быстрее скорости света вот хотя я где-то там проскакивали новости в интернете что что-то такое как вот стартрек в фильме показывали у них была технология варп когда они прыгали в временную петлю вот и через пространство путешествовали очень быстро ну возможно потому что свое время там тесла больших успехов добился вот возможно там кому-то наверху я имею ввиду высших эшелонов власти там видимо выгодно держать технологии немножко на привязи вот какую фильм книгу или песню ты бы посоветовал своим слушателям любую которая приятна душе любой от которой человек получает удовольствие потому что когда ты что-то делаешь это определенная медитация вот и плане ты можешь интересно очень играться с пространством и миром который тебя окружает раз уж разговор зашел за медитацию тут очень многих наших подписчиков интересует такой вопрос а сам ты практикуешь медитацию ну да я вот на сцене медитирую постоянно вот а дальше как бы я опять же объясню все что ты делаешь сосредоточенно вот увлеченно и не замечаешь как пролетает время вот это является определенной медитацией если тебе довелось встретиться с нашим президентом о чем бы ты с ним поговорил какие вопросы задал боюсь что у меня был бы ограниченный список вопросов который уже был в составе заранее ну да я боюсь что как как бы без шансов без вариантов да еще вопросы а потом и кристина задаст и вопросы от наших подписчиков расскажи нам просто о своих планах на будущее есть ли тебя какие-то глобальные планы которые ты хочешь реализовать мои глобальные планы я же уже сказал как бы да я собираюсь выйти на мировой уровень как бы уже постепенно это происходит но как как я говорил должны срастить звезды стать на определенной позиции когда все и срастется перед вопросами от подписчиков хотела бы узнать а есть вопрос который тебе никто никогда не задавал но ты бы очень хотел на него ответить это я наверно буду долго сидеть и думать нет да нет я готов ответить на любой вопрос в общем задавали мне вопросы разные так чтобы я хотел чтобы меня что-то спросили нет наверное тогда придем вопрос подписчиков если бы у тебя была возможность телепортироваться во времени то какое время ты бы отправился и для чего ну это так зависит от нескольких факторов была бы если бы у меня была возможность вернуться обратно вот или навсегда туда переместиться вот или как-то я не знаю или на время вот то есть я наверное все таки в будущее переместился вот конечно стремновато немножко вот но наверное не не самое далекое будущее а вот наверное лет это 20 вперед тоже довольно таки далеко вот то есть просто бы не вернулся ни в коем случае только вперед читали в твоем интервью что ты прочел книгу сат сат према путешествие сознание так вот вопрос как повлиял на тебя эта книга любая книжка это лишь маленький элемент в океане пазла который нужно собрать проживая свою жизнь вот поэтому читая каждую книжку можно воспринимать ее как сказку вот но не забывать что в каждой шутке и всего лишь доля шутки вот и сказка ложь а в ней намек вот поэтому читать можно книжки разные но никогда не зацикливаться на одной вот потому что в каждой книжке лишь лишь часть тех знаний которые тебе действительно нужны вот такой вопрос знаешь это творчестве группа лайоли здорово было послушать что-нибудь совместное философии этого коллектива уверен близко тебя под а вы знаете это я вот там не девочка случайно я вот видел по моему один раз выходу тоже упаду миша козырев такой есть персонаж в интернете я видел выкладывал их выступление мне понравилось в принципе но так чтобы я где-то встречал видел ничего пока не пересекался у меня так основном получается что я думаю когда только пересекаюсь лично с людьми и какой-то есть канал и тогда что-то вырастает там либо там треки дружба еще что-то а так чтобы специально там кого-то находить или когда уже такой разговор зашел в москве вот еще недавно ребята старым ямайском стиле построили саму систему сам называется вот слушал ли ты о них и вообще знаешь что в россии музыка вышел на такой уровень что ребят сами стали лучших традиций строить свои стены звука в общем ну я как бы прогнозирую серьезное развитие dancehall музыки в россии то есть прогнозы хип-хоп музыки и рэп музыки неутешительный вот а dancehall музыка скорее всего будет процветать ну то есть сейчас потихонечку вот и опять же я ну я на самом деле не слышал о том о чем ты сейчас говоришь но возможно меня и приглашали так далее вообще такой знаешь как это семейные семейные дядечка домашние типу вот и я антисоциальный как бы на самом деле продолжение выступить на оригинальной самом системе с большим звуком тебе будет как только наши оригинальные сан системы выйдут на уровень на тот уровень что они смогут платить артистам ну ну и гонорары вот и у них будут хорошие спонсоры и так далее да то есть я уверен что это произойдет ближайшее время вот я уверен что да и сейчас принципе там минске сейчас будет фестиваль участвовать вот действительно понимаешь да то сейчас как бы ну потихонечку вся вся эта ситуация развивается но как бы ситуация должна перерасти в такую что mc диджей и так далее в этом стиле начнут зарабатывать хорошие деньги и чувствуют себя как бы не нищими какие у тебя эмоции когда ты случайно слышишь свою песню у кого-то на звонке или в общественном месте вообще вызывает ли у тебя какие-то но этот может быть только приятно вот то есть негативных эмоций я думаю что у меня это не вызывает потому что как бы людям приятно обращает внимание люди помнят вот это всегда приятно я думаю любому человеку спасибо большое тебе за беседу кирилл когда еще словно напоследок для слушателей читателей интервью чтобы ты хотел так не знаю любите жизнь уважайте друг друга вот и всем мир у меня 2 3 2 3 4 5 4 5 5 6 Продолжение следует...